Если прошли, то есть, и мы не голосовали, я всегда людям говорю, мы тогда должны обижаться сами на себя. Мы должны перестать жаловаться, когда мы получим билл в конце года и увидим, что наш property tax в три раза выше 100%. Мы должны обижаться на себя. Мы пропустили возможность сказать нет. Мы прошли первые выборы, у нас еще три выбора в этом году, и I think самое важное, что я хотела бы сказать за эти выборы, Много славяне не понимают, что такое special action, а у меня было бы вопрос. Если кто не знает, это уже будет выбор за губернатора региона. Если вам нравится сегодняшний губернатор, вы можете изменить это. Вот почему твои выборы, твой голос очень важный. Ты получил, твои дети не ходят в паблик-ску, но ты все равно платишь. Эти твои выборы сказать нет. Или республиканцы, или демократы. Если вы не зарегистрированы в одной из этих партий, вы, к сожалению, не сможете проголосовать за губернаторов, которые будут находиться уже в general election в ноябре. Как Андрей тоже рассказал, Лилия, она одна из, как говорится, founders of Slavic Vote. Также она сейчас занимается другой организацией, называется SV Action, о которой мы немножко сегодня поговорим и зайдем больше в детали. Лилия, как у тебя дела? Очень хорошо, спасибо. Очень приятно тебя иметь на этой передаче еще раз. Спасибо, приятно. Я знаю, что ты эти дни, когда выборы проходят, очень занят. Yes, это неделя. У нас во вторник были выборы, и эта неделя всегда трудна. Да, да. И я думаю, многие не знают, потому что обычно, к сожалению, наши славяне, и в общем даже не голосуют постоянно в таких маленьких выборах, которые только что прошли. И те выборы, которые только прошли, это называется special election, да? Мы сегодня об этом тоже поговорим немножко, и если вы включились сегодня, и вы хотели голосовать в этих выборах, но вы не проголосовали по какой-то причине, мы сегодня тоже поговорим, почему так произошло и как это изменить, чтобы наши славяне, мы хотели бы, конечно, чтобы 100% наши славяне голосовали. Это включая также, чтобы наши славяне и шли, и также делали гражданство, или заполняли на гражданство, и могли голосовать также в будущем. Потому что если вы не гражданин Америки, вы, я думаю, знаете, они можете голосовать во всех выборах. Значит, если кто, может быть, нас не знает, организацию Slavic Vote, я бы хотел немножко напомнить, кто мы такие, и быстренько просто сделать маленькое отступление. Мы начали нашу организацию 2-3 года назад, уже будет скоро 3 года, и тогда это была маленькая группа людей, Лиза с нами была, я, Андрей, Ярослав и некоторые другие, и мы просто хотели, чтобы как-то помочь нашим славянам голосовать, потому что мы знали, что выборы будут в 2020, и это будут очень важные выборы, и мы хотели что-то сделать, чтобы изменить. И вот мы так все собрались, и так все благополучно получалось, чтобы мы могли выйти и начинать делать разную работу по разным мероприятиям, по церквям, и начиная регистрировать наших славян. И, конечно, Лилия сделала очень большую работу, чтобы нам помочь выйти на как организация, как non-profit, 501c3, это все очень тяжело было для нас, конечно, и для многих людей, и, конечно, она также занимается другой работой, start here, это, если я помню правильно, да, start here, и если вы находитесь в Портленде, Ванкувере, Вашингтон, Орегон, и даже по всей стране, если вам нужна помощь в этом направлении, вы, конечно, можете обращаться к ней, она тоже может немножко об этом поговорить, и, конечно, она помогает в этих всех сферах non-profit work, и, конечно, другие вопросы, которые, может быть, для вас тяжело. Я думаю, ты, сколько у тебя сейчас работает, думаю, много, да? Многие клиенты у тебя по разным причинам. Ну, все обычно non-profit или статус потеряли, помочь возвратить, или открыть, церковь открыть, очень интересная работа, но, да, есть работа. Это, конечно, такая работа, которую я до конца не понимаю, я знаю, что многие люди этим не занимаются, и даже не были понять, как это все работает, и вот Лиля помогает в этой сфере, это, конечно, много всего берет как legal documentation, она также учится на legal, как это правильно сказать? На адвоката. На адвоката, да. И вот, конечно, мы смотрим, мы сидим сегодня с будущим адвокатом, думаю, она будет одним из лучших в Америке, и это, конечно, будет очень классно, когда это будет. Ну, я знаю, что многие люди даже уже ее считают как адвокат. Да. Конечно, она не может легально представлять, если я правильно понимаю, но многие люди уже ее считают как адвокат. Бывает трудно. Да. Спасибо большое, Лиля, за твою работу, за твою помощь. Много ты что делаешь в нашем комьюнити даже бесплатно, потому что это тяжелая работа, и для тебя это как служение, правильно? Расскажи немножко, почему тебе это, в общем, служение понравилось. Какое служение? Ну, если можно назвать, можно назвать, в общем, такое, знаешь, легальные вещи. Амин, я с детства всегда знала, что я хорошо буду, мне родители всегда говорили, и, если честно, например, вот сейчас учусь, оно мне удается легко, да, например, я делаю сочинение, я уверена, что я плохо написала, и профессор сегодня, например, написал, да, и 198 поинтов из 200. Я уверена была, что я плохо написала, потому что нас как раз в городе не было, и просто не было, не вложила столько времени, сколько обычно я хотела бы вложить, да, но почему-то всегда у меня просто какое-то натуральное такое-то, что я просто могу всегда выложить и хорошо написать, что просто как бы оно натурально для меня идет. Я думаю, это действительно показывается о том, что это моя сфера, карьеры, и где, как бы, мое место, а также за это время, сколько людям помогало в нашей сфере, я, I think, убедилась в том, что действительно это для нашей коммунити и для других действительно это вещь, которая, адвокат, которая недоступна для многих, и если мы, да, например, вот Слава Квоу делает политически, если в нашей сфере будут люди, которые будут адвокаты, которые будут помогать, I think, мы как коммунити станем настолько сильнее и больше ресурсов. Да, да, можно, значит, так же сказать, что ты видишь, можно так сказать, руку Божью в твоем учебе и во всем, что благословляет, чтобы ты больше и больше в этом ишла, эту работу. Да, без Бога невозможно ничего. Да, это классно, конечно. Да, мы очень рады, что есть такие люди в нашем обществе, и поощряем больше и больше наших славян, чтобы и шли, и учились в эту сторону. Сколько наших славян ты знаешь сейчас, которые учатся вообще в этой сфере? Политики или адвокат? Две разные. Давай адвокат. Если честно, со своей всю карьеру, которой я была в политике адвокат, как бы она смешанность, я никогда не работала со славянскими адвокатами, но я знаю рекламу, действительно вижу, да, на радио говорят, что я знаю, что есть, но многие занимаются, знаешь, то есть многие делают иммигрейшен ла, то есть мало в сфере, в которой мы говорим о том, людские права, то есть, да, персонал рейтс, или, например, какие-то там федеральные законы, помощь очень мало, но опять же, я в сфере как бы больше с американцами работаю, то есть очень мало я знаю, я в рекламе вижу, что действительно есть люди, которые, да, есть адвокаты, которые работают с нашей, ну, с славянской коммерией, но сама с ним еще не знакомилась. Да, ну, это хорошо. Я думаю, мы познакомились с одним недавно, который он, но он только здесь недавно, то есть он еще дальше. Насчет иммиграции больше, да. Ну, надеемся, что будет больше наших славян, наша молодежь вырастает, и надеемся, что у них будет такое побуждение, или как правильно сказать, не знаю, чтобы идти в эту сторону, чтобы помогать нашему славянству расти и быть более, как говорится, independent, не думать, что государство поможет нам. Зависит это, обязательно. Да, не буду, да. И вот это будет интересно, конечно. Вот почему политика, как бы она влаживается в это. Потому что я начала с политики, чтобы понять, как адвокаты, чтобы понять те законы, которые выходят, да, потому что адвокаты уже видишь конец, то есть ты только видишь закон, а понять, как оно дошло, очень важно, оно, но ты понимаешь, ты саму клиенту лучше может помочь, ты понимаешь, что когда ты разговариваешь перед судьей, ты можешь изменить закон, да, потому что судья имеет возможность, особенно федеральная судья, имеет возможность изменить законы, и это твоя возможность, как адвокат, быть в этом участвовать, но ты должен понимать, как законы и как политика работает, чтобы это изменить. да отлично и конечно мы долгое время ну надеемся может быть будущем я захочет также балансироваться на конечно не видеть себя в этом ну многие и говорю что это для нее ну это будем это другой разговор в будущем и может быть лидия будет балансироваться кстати я могу тебя даже поздравить у тебя уже уже есть очень классная такая позиция может немножко расскажешь потому что я знаю наши многие славяне очень много в этом библиотеках очень много ходили и протестовали или показывали свой голос что они были против что происходит библиотеках и ты сейчас я понимаю сидишь на как один еще пока не вступила у меня только во вторник будет вступительный этап а есть возможность быть один из директоров на библиотеке да эта возможность пришла если честно без очень мало работы я очень мало сделала и пинк люди просто меня уже знает в камере то есть как они да и когда они увидели позицию открылась а то есть кто-то за меня уже сделал большую работу мне очень мало пришлось и сделать по вот почему я когда люди мне спрашивают если идти на выборы да если честно я всегда говорю что нужно начинать с понятия с малого да например очень себя говорят москва не за один день строилась это очень важно то есть нашим особенно а славянам то есть если хотите идти на выборы да если у вас там просто вы уверены что вы пойдете на гувернатора и вы играете или вы прям чувствуете что вам надо идти да конечно нет уйтися но если вы только начинаете или вам просто интересно понять как работает политическая 2 из это уже вторая моя я уже была на одной отслужила три года и это будет уже моя вторая я конечно не продлила контракт ну не контракт не продление это потому что я начала школу бы это возможность где можно понять как все работает да где можно познакомиться с людьми быть политически активно на очень маленьком сфере то есть это время очень мало занимает а но ты хотя бы сможешь понять как бюрократия работает также мишу ли они на какие-то законы или какие-то там права например как библиотека да если бы кто-то был и славяне и мы видели люди которые были консервативные которые поддерживали славяне и мы видели что они поддерживали да но их не было много он был один-два вот представь если бы было бы 3-4 да то есть мы бы не видели нам бы не надо было делать столько протестов столько визитов если бы были люди уже на этих местах которые видели виды славяна было бы легче очень классно конечно будем смотреть как ты будешь работу делать и нам будет очень интересно больше от тебя слышать и я хотел тоже сегодня такое сделать маленькое объявление что мы слили будем начинать делать передачи каждую неделю каждый месяц конечно хотелось бы каждую неделю но она очень занята и мы сможем каждый месяц собираться с ней очень много интересной информации узнавать и также сегодня мы поговорим одни из одних из выборов которые прошли но будет очень много разных других выборов и датов которые будете сегодня может слышать и также будущем быть лучше готовы чтобы голосовать на этих всех датах конечно еще раз я закончу значит наша организация наша цель была всегда это регистрировать наших славян чтобы они могли голосовать это когда вы регистрируете значит чтобы голосовать в америке или в оригоне вы должны сначала подать свой голос сказать что вы хотите голосовать это регистрация на голосование и тогда вы будете уже получать буллетени по вашей почте где вы живете и там уже вы можете голосовать за тех людей которые вам нравятся также наша миссия также включает чтобы мы вот пользуя радио пользуем social мире социальные сети другие сферы как-то попытаться обучить или помочь понять что это такое как это все правильно делать и как лучше делать и вот сегодня мы также зайдем немножко как правильно голосовать как лучше голосовать как заполнять это все ли немножко покажет сегодня и конечно последняя наша цель для одна из последних это активировать и также поощрить чтобы наши славяне более более участвовали вот как лилия она пошла и наш будет сидеть на какой-то позиции чтобы быть представителем наших славян да и также что просто балансировались, потому что есть очень много разных позиций, которые не включают очень много времени, не надо очень много времени уделять или не надо даже деньги некие уделять. Просто вы более активны, чтобы понять, как все происходит и чтобы там наши славяне номер один и также чтобы были крестьяне, если вы христианин, и также чтобы были люди, которые имеют рассудительный такой common sense, как говорится. Потому что, к сожалению, в Портленде не очень много людей, которые просто делают вещи, которые нам не нравятся. Если мы не хочем это продолжать, чтобы продолжалось это, нам нужно что-то делать, чтобы изменять. И вот такие наши три цели. Если вы хотите больше узнать о нас, вы можете пойти на наш веб-сайт, там вы можете найти больше информации slavicvote.org Это наша страничка. Также есть Instagram, Facebook. Вся эта информация у нас есть на этих местах. Вы можете больше узнать. Конечно, не забывайте, если вы смотритесь на YouTube, вы можете найти больше информации, больше эпизодов о других темах и других гостей. И с Лилей мы раньше встречались, также это не первый раз. Вы можете найти. И не забывайте subscribe, чтобы вы могли больше получать все эти видео, когда мы будем выпускать. Значит, Slavicvote есть организация, которая занимается этой работой. Мы не можем говорить, за кого голосовать. Мы не можем говорить или как-то агитировать кого-то, чтобы ищли за кого-то, голосовали. И мы занимаемся больше изучением или обучением наших славян и регистрацией. А есть, конечно, другие организации, которые могут это делать. Или они могут как-то влиять на кого голосовать. И вот родилась такая организация SV Action, которая есть немножко больше прав. Или у них немножко другая миссия, да. И вот Лиля, она недавно открыла организацию SV Action. Думаю, многие или некоторые уже видели эту организацию. Может быть, в церкви своей или видели на социальных сетях. В общем, просто мы, может быть, как-то об этом говорили. И сегодня Лиля об этом немножко поговорит. Ну, номер один, если вы опять не голосовали в выборах, которые были только что, значит, что вы не зарегистрированы или вы, может быть, не сделали апдейт, обновить вашу информацию как адрес или просто, чтобы вы получали буллетени. И, конечно, номер один вы должны обновить это все, чтобы вы могли голосовать и участвовать в этих всех выборах. И вот сегодня мы поговорим больше о тех выборах, которые прошли. И, может быть, немножко коснемся те выборы, которые будут в этом году. Очень важные. И надеемся, что мы все будем голосовать. Лиля, я знаю, что к тебе люди очень приходят постоянно и спрашивают, что за выборы, когда нужно голосовать, как лучше голосовать. Я думаю, мы сегодня в этом коснемся. И ты немножко об этом поговоришь. И, пожалуйста, можешь начать с организации SV Action? Кто такая организация или какая твоя цель? И потом, я думаю, поговорим насчет тех выборов, которые прошли. SV Action, если честно, это просто возможность. То есть моя работа заключается в том, что я просто помогаю во время выборов. То есть когда нет выборов, у меня нет работы. То есть я не делаю. Почему? Потому что каждый выбор, вот, например, в Вашингтоне, да, у нас 4 выбора в этом году. То есть одни прошли 8 февраля. У нас следующие будут 26 апреля, 2 августа и 8 ноября. То есть 4 раза в год идут выборы в этом году, потому что у нас важный год, midterms, и просто на другое время не хватает. То есть я... Это все разные выборы, правильно? То есть у нас в феврале и в апреле это special elections, о том, о чем мы поговорим сегодня. В Вашингтоне, правильно? And then primaries, это которые будут уже кандидаты, мы будем видеть. И ноябре, это уже кандидаты, которые прошли в августе. Самые высшие 2 из них пройдут в ноябре на последний выбор. Primaries, которые ты говоришь, что это будет в Орегоне, Вашингтоне и по всей стране, правильно? Разные даты. То есть у нас будут в августе, я знаю, в Орегоне в сентябре, в каждых... My primary... Primary is my, да, sorry. То есть каждый штат по-разному дата идет, то есть чтобы люди не запутывались, то есть вы должны знать свои... То есть когда мы говорим о выборах дня, то есть это не означает, что это в каждом штате такой же самый день, то есть не ожидайте бюллетеня. У меня был вопрос в этот раз от людей с Орегона, я не получил бюллетень, да? And it's like, ok, правильно, вы не получили, потому что вы не в Вашингтоне, эти выборы были только для Вашингтона, ждите ваши следующие выборы. I think есть special elections, которые будут проходить маленькие, тоже по-разному. Counties, опять же, это не тоже может идти не по штату, это смотря, какая county имеет какие-то препозиции, да, или какие-то добавки они хотят сделать, какие-то bonds, какие финансированные эти, если у них есть что-то, то они там вылаживают, если нет, то выборов не будет. И наши славяне живут в Вашингтоне и в Орегоне, и вот мы живем в Портленде, в Ванкувере, и мы помогаем обоим штатам, и вот почему мы говорим постоянно об обоих штатах. но даты очень важны, то есть это был самый главный, то есть моя, как бы, я сфокусировалась на том, чтобы просто помогать людям, когда приходят выборы, например, в этот раз я сделала информацию, то есть как правильно проголосовать на эти поправки, которые были, да, финансированные препозиции, которые были предложены государством, то есть я просто сделала да, нет, где лучше, то есть, но опять же, я всегда думаю о том, что где славяне стоят, то есть, например, я знаю, что славяне сейчас не поддерживают школы, то есть финансированные препозиции, которые давали государство, я, естественно, говорила, мы голосуем нет, да, потому что мы сейчас, так как с такими программами, мы знаем, что славяне не хотят видеть свои финансы в школах публичное государственное, правильно, то есть вот это такой выбор был, и, например, поддержка, я знаю, что славяне поддерживают law enforcement и firefighters, то есть пожарные и полицеев, то есть мы голосовали да на этих выборах, те, которые при позиции нужны были поддержку этим двум группам, мы голосовали да, потому что я знаю, что славяне поддерживают. А ты, когда говоришь поддерживают, ты просто, ну, видишь и это говоришь или ты как-то делала какое-то изучение? То есть я делаю все через survey, то есть славик вы делали, да, когда я еще была с вами на начальной команде, мы когда делали запрос, да, мы поняли, где славяне стоят, а насчет line enforcement мы делали это через социальную сеть, мы делали запрос в том году или после том году, да, я выставляла вопросы, спрашивала людей, когда вот это Blue Lives Matter значилось, да, и мы узнали, что наши славяне очень поддерживают этих, я помню, у нас в Ванкувере была конференция, где был вечер к поддержке line enforcement и много было наших славян, и то есть я поняла, что действительно наша коммерия хочет, чтобы эти люди продолжали получать финансирование, также на соцсетях мы видим, как люди стоят о том, чтобы поддерживать. Да, ты планируешь, потому что много чего изменилось за эти два года, ты планируешь в будущем может быть сделать по-новому этот запрос или какие-то планы? если бы, честно, хотелось бы, если бы я нашла пару людей, которые мне помогли бы в этом, было бы прекрасно, потому что первый раз я делала это сама, если честно, хотелось бы, хотелось бы, прежде чем мы вошли в ноябрьские выборы, понять, есть ли те 10 видов, которые мы раньше спрашивали, да, в 2019 году, если они изменились за эти три года, было бы очень интересно посмотреть на это, или хотя бы, даже если не изменились, а посмотреть, что стало важнее, то есть, например, аборты, мы спрашивали о том, что оружие, что стало важнее для людей, оружие или, например, семейные виды, просто интересно было бы посмотреть, в планах есть реалистические, будем смотреть, как пойдет, даже эти выборы, когда много людей, имеют твой номер телефона, ты на вайбере, пытаются тебя найти, очень трудно иногда бывает, отвечать всем. Если вы, может быть, хотели бы даже нам сказать сегодня, вот, оставьте комментарии на этом YouTube-канале, на Facebook, какие ваши ценности вам очень важны, может быть, нам тоже поможет это знать, какие ценности нашим славянам интересно, также, если хотите позвонить в студию и даже задать нам вопросы, и, может, ваши какие-то комментарии, вы можете позвонить в студию, я извиняюсь, я раньше не сказал, телефончик студии 503-238-90000, еще раз, если вы хотите позвонить в студию и задать нам вопросы, и какие-то комментарии, позвоните в студию 503-238-90000. Спасибо. Хорошо, то есть, будем смотреть, как это будет продвигаться, я хотела бы, то есть, мы прошли первые выборы, у нас еще три выбора в этом году, и, I think, самое важное, что я хотела бы сказать за эти выборы, то есть, много славян не понимают, что такое special election, а у меня были вопросы, а где кандидат, почему я не вижу шерифа, я знаю, что он сейчас, ну, я видела где-то его билборд, да, и понимаю, что люди действительно не понимают разницу между выборами, которые у нас есть, primaries, это когда мы видим кандидатов, special elections, это только выборы, которые где-то, государство делает поправки, финансирует, то есть, называется bonds, levies, то есть, мы никогда на special election, кроме, есть кроме, я добавлю, regular special election, мы никогда не будем видеть кандидатов, в том случае, мы можем увидеть кандидата, если партия решила провести, кто-то умер, сенат там, кто-то ушел с позиций, и партии, чтобы понять, где люди стоят на счет, какой кандидат должен быть, они могут запустить кандидата на этот special election, это только если партия это сделает, кандидаты не могут автоматически этого сделать, да, и так же вроде бы recalls тоже, правильно? На special election, на recalls у нас в Вашингтоне не делается, это separate election, то есть, оно делается отдельно. Я думаю, у нас в этом году в Орегоне, немножко по-другому, да, вот где Newberg, там вроде бы тоже, может быть, по-другому называется, но был тоже такой отдельный выбор, чтобы убрать кого-то, есть такое тоже. У нас в Вашингтоне, как бы они special election никогда не делают кандидатов, или это они всегда, чтобы люди знали, почему, потому что, например, на recall, это отдельно будет выбор, потому что они не хотят запутать люди, которые голосуют, да, и люди уже запутаны, да, четыре раза они понимают, за что голосовать, особенно славянам, да, пришли им восемь раз бюллетени, они запутаются, запутаются, да, то есть государство понимает это и пытается или добавить, или если они, например, в том году у нас было только трое выборов, да, они сделают четвертый, там, если у них какой-то recall происходит. И те, может, кто не понимает, что такое recall, если вы, вам не нравится какой-то кандидат, вот скажем, Тед Уиллер, да, его недавно пытались убрать. То есть не кандидат, а политический, это, да, да, если вам не нравится этот человек, вы можете этого человека сделать recall, это, конечно, целый процесс, но это есть система в нашем государстве, чтобы этого человека убрать, если есть достаточно людей, которые против этого человека, есть система, и вот есть такие, также бывают такие специальные моменты, где можно это сделать. Но это обычно делается группа, то есть это не будет делать один человек, потому что это не наберешь, потому что это там надо специальные процентов, да, смотря, они смотрят на процент людей, которые зарегистрированы в специальных выборах, и смотрят столько процентов, тебе надо собрать, то есть это не один человек может сделать. But голосовать на special action, это действительно один человек, то есть если кто-то пропустил выборы в этот раз, I think это должен быть, как бы, такой wake-up call, чтобы понять, что, окей, или мой адрес неправильный, или я не зарегистрированный, или я что-то пропустил, и обязательно надо изменить это. Почему? У нас еще есть время до самых главных выборов, там мы будем дальше говорить, в этом сезоне это midterms, 2022 это midterms, это выборы, которые два года между президентами, да, то есть это год, который президент не выбирается, B, это когда сенат, да, конгресс выбирается половину, ну, один третий сената, и все representatives, если я правильно помню. So, очень важно, это меняет... Федеральная и штатовская, большинство. Yes, это будет менять сферу, следующих два года для президента, то есть если будут партия не его, в обе, и в думе, и в сенаторе, то есть ему будет труднее, да, если будет его, то мы будем, мы можем предложить, а не предложить, мы можем как-то увидеть то, что он будет как бы продвигать свою агенду, и самое еще главное, в марте будет state of the union, да, очень важно, почему? Потому что мы будем знать, как пройдут наши следующие два года, то есть если выборы пройдут в его сторону, то следующие два года мы будем знать, что он будет делать. Сейчас большинство в сенаторе, в сенате и в нижней палате, это большинство правит демократическая партия. Не большинство, то есть у нас семь позиций в думе, то есть это очень мало, это очень реально в этом, в ноябре. Но они все равно имеются... Majority, но не super majority, то есть это очень важно. Они могут решать, какие коммерии, какие там вопросы задаваться, законы. Да, то есть они как бы главные, но они не самые главные, то есть имеется в виду, у них нету там, например, если они делают на импичмент, да, им надо два третьих, они никогда не смогут правиться между всеми позициями. Сенат вообще у нас 50-50, но у нас вице-президент, да, один голос, который может затвориться. Но опять же, эти выборы действительно настолько важны, что возможность изменить сферу, и потом как бы в следующие два года опять же мы будем знать, как президент пойдет. Даже есть такие разговоры, что если, ну, скажем, против президента партия выиграет, даже есть такие разговоры, что даже можно попробовать сделать импич, да, некоторые такие люди хотят попробовать это сделать. Я бы сказала, зная республиканскую партию, они не будут на это время тратить. И я, честно, я их поддерживаю, сама поддерживаю в этом. Почему? Потому что два года мы уже, у нас мы бороемся с ковидом, мы бороемся с экономикой, не тратьте время, мои финансы, так же самое, да, мы смотрим на Trump impeachment, мы потратили биллионы долларов, просто биллионы, не сделали ничего, мы просто потратили деньги, у нас их не было, но мы их потратили, чтобы вот это hearings было, чтобы встречались, чтобы каждого свидетеля вызывать, это все время, это все деньги, это litigation, и это все за taxpayer, то есть это не государство своих чеков не выплачивает это, то есть я думаю, республиканцы умнее, но опять же, не гарантирую, но я думаю, что они умнее в том, что два года это возможность изменить экономику, это возможность сделать те вещи, которые мы не смогли сделать, или просто не тратить время. для меня самое главное, чтобы просто не было дальше какого-то такого вреда, продолжения вреда, почему они хотя бы остановили ту тему, которую Байден, может быть, несет, или хочет продвигать. Ну да, это мы будем видеть, опять же, как пройдет выбор, особенно Сенат, как оно все там пройдет, но опять же, мы когда говорим за большие выборы, да, они очень гламурные, очень интересные, все смотрят, но мы забываем, что штат, вот, да, например, мы увидим в Орегоне, да, гувернатор хочет там такие законы пропустить, опять же, наш выбор в ноябре, когда мы голосуем на федеральные, не изменит наш выбор штатовский, если мы пропускаем эти выборы. Так же самое, вот, например, мы через несколько дней увидим результаты этого выбора, этих выборов, которые были, да, и посмотрим, насколько поднимется наша такса на дома, то есть property tax, если эти все, финансовые эти для школ прошли, да, то есть если прошли, то есть и мы не голосовали, я всегда людям говорю, мы тогда должны обижаться сами на себя, то есть мы должны перестать жаловаться, когда мы получим билл в конце года и увидим, что наш property tax в три раза выше 100, да, мы должны обижаться на себя, мы пропустили возможность сказать нет, да, если бы каждый рассуждал так и делал так, то бы мы потом бы видели какую-то измену, а если каждый, не успел, у меня не было пять минут, где-то потеряли бюллетени, да, мы не нашли это время, тогда мы не будем обижаться, правильно? Заплатил ты на таксу и ты должен радоваться, ты сам имеешь контроль изменить то, что у тебя есть, а если ты не участвуешь в этом, я всегда даже родителям говорю, да, когда братья это, у меня братья взяли дома новые в том году, и эти первые выборы были, которые они уже, ну, как бы получились quarterly tax, и один брат вообще был в возвышении, и я was like, вот почему твои выборы, твой голос очень важен, я was like, ты получил, твои дети не ходят в паблик-скул, да, но ты все равно платишь, эти твои выборы сказать нет, да, то есть, если чем-то ты недоволен, тебе по почте, ты никуда не идешь, ты ничего не делаешь, тебе по почте приходит в бюллетень, заполнил, он такой был маленький в этот раз, два вопроса, да, два бакса, вложил, отправил по почте, дал сестре, привез в церкву, да, у него много возможностей, потому что он, ну, как бы мой брат, да, то есть он может не дать этого, да, нету, как бы у него уже нету возможности сказать или жаловаться, да, когда он, да, не пройдет, тогда уже можно, опять же, я всегда говорю, что, когда мы голосуем первый раз в жизни, или мы не голосовали но мы здесь оживем 20 лет, и мы только первый раз проголосовали, и мы хотим, хотим видеть все изменения, это нереально, да, Москва не за день строилась, а также, чтобы что-то изменить в таких штатах, как Вашингтон и Орегон, это нужно делать каждый раз, это нужно делать практику, да, каждый раз, чтобы мы никогда не пропускали, и это чтобы было, как бы в наш хабе, да, то есть, если мы делаем одни, вторые пропускаем, там, третье, вот, а не успел, то есть, мы потом должны результаты, которые мы видим, принимать, и просто быть, как бы, уже готовы к ним. очень классно говоришь, я очень благодарю, так, прям в точку говоришь, я очень рад, я хочу быстренько, у нас очень, время бежит, я хочу переключиться сейчас на те выборы, которые прошли, чтобы Лиля немножко объяснила, что произошло, ответила на какие-то главные вопросы, и перед этим, когда это начнет, я хочу просто сказать спасибо нашим спонсорам, потому что без их финансов, мы не можем здесь быть, конечно, у нас есть спонсоры, как Пельмени Пельмени, American Best Realty, Solutions, 8020, Сибирони и Third House Miria, и другие тоже, но мы сегодня не можем о всех напомнить, спасибо им за их поддержку, за их помощь, спасибо большое. Значит, прошли выборы сейчас, в Вашингтоне, немножко расскажи, какие эти выборы были, и просто какие там интересные темы, которые ты хочешь напомнить. Амин, выборы были очень легкие, это люди, которые ко мне обращались, было очень легко, да, сказать их, да, нет, там очень было, там было два вопроса, например, в Кларк Кауни был один вопрос насчет поддержку Emergency Services, то есть Ambulance, был пропуска или нет, то есть там была препозиция о том, чтобы поднять финансы, да, для Firefighters, пожарные, пожарные, да, они хотят делать как бы апдейт в ихних билдинге, им нужно, добавить деньги, да, им нужно было, они брали 50 центов на каждых тысячу долларов, то есть там у них специально формула, только они берут до 23 года, то есть очень реальный и очень, если у меня горит дом, то я бы хотела, чтобы они приехали, у каждого человека или только кто зарабатывает какую-то сумму? Но это у кого property, если у кого дом, то есть, да, рентовщики, которые не платят, но их не, как бы, I think, когда люди у меня даже спрашивают, я не буду за это голосовать, как бы у меня нету дома, окей, вы не забывайте, что если даже вы в рент берете, ваш owner платит, и он потом эту сумму на вас перейдет, вот почему люди, когда, о, у нас поднялось, о, вы не забывайте, что он должен таксу платить, да, и если он у него поднимается, то он обязательно эту сумму на вас переведет. Ваше неголосование влияет вам потом на рент. Все равно, да, да, обязательно, I think, когда мы с родителями тоже начальник были в ренте, да, и когда люди всегда говорят, о, подняли рент, подняли рент, yes, because когда что-то такое, например, вот эти выборы, да, проходят, и поднимается сумма, это всегда property tax, и тогда это берется, естественно, с каждого человека, то есть, но не все при позиции, один у меня вопрос был очень интересный, всегда ли это property tax, очень хороший был вопрос, я think, это человек, который действительно наблюдает за выборами, потому что очень мало кто спрашивает, то есть не все при позиции на special actions идут на property tax, оно будет там написано, то есть иногда это будет business and occupational tax, то есть, если они что-то предлагают, которые что-то влияют на бизнес или что-то в городском сфере, они будут говорить, то есть это будет business occupational tax, то есть это не будет property tax, не с дома, да, таксу будут, а это будет, если, например, вы меняете на business license, да, когда мы меняем лайсенс на бизнес, это будет такса, то есть мы увидим, там не 50 долларов, будет уже 52, может быть, да, или, если особенно билдера, да, какие-то пермиты, что-то они будут делать, они увидят поднимание этой суммы, потому что business occupational tax, это как бы в этой сфере оно работает, да, например, школы в Вашингтоне, это тоже будут property taxes, то есть таксы с домов, да, то есть не все, это был хороший вопрос, но не все, там они будут обычно пишут, где оно будет, но если они не пишут, то я бы сказала, 60 процентов это будет property tax, потому что как бы в маленьких городах, даже не в маленьких, а в городских, да, возможность налаживать на людей таксу очень маленькая, то есть у них мало категории, да, например, чем в штате, потому что штат дает social services, да, он может больше сделать таксы, у него больше категорий возможных, потому что у него больше агентств, у нас department of education, department of agriculture, да, то есть они могут наложить больше категорий, где они могут брать таксу, в маленьких counties или в series, да, у них мало, то есть это обычно будет property, это будет business, это будет, какая еще категория может быть, road tax, то есть DMV, да, то есть очень мало возможностей, но они есть, and then было школы, то есть очень много было на школ, почему, потому что, если честно, школы всегда, они всегда просят, то есть если финансы есть, это будет всегда проситься, то есть всегда, когда у меня люди спрашивают, такое чувство, как бы эти банды, у них expirations, до 25 года, то есть 5-6 лет, да, обычно, и люди всегда, почему я всегда вижу, почему я всегда вижу, то есть школы всегда будут просить, это одна сфера, где они не остановятся, то есть в этом случае, опять же, это школы, это будут property tax, это не будет никакое другое, у нас в Вашингтоне система такая, что школьные finances, это покрывается через property taxes. Что я слышу, ты говоришь, что вот, ну и люди говорят нам, некоторые говорят, я не буду голосовать, потому что это на меня не влияет, мы видим, что каждая, можно сказать, тема, каждый какой-то закон, или что-то ты упоминала, оно влияет на все, даже вот если вот, мы сейчас смотрим, дороже все стоит, это все, большинство, это политика все, это из-за политики, по какой-то причине, где-то таксы, где-то там, то и то, все добавляется, и сейчас мы платим больше, вот поднялось на 7%, как inflation, это все влияет, потому что из-за политики. Я, даже на бензин, да, есть федеральная такса, и есть штатовская такса, то есть, когда опять же, через эти выборы политические, один у меня был самый пример, женщина обратилась, она, это было пару лет назад, еще до Славы Квелбе, у нас в Вашингтоне был на DMV, то есть, когда мы делаем license renewal, начали собирать 20 долларов, просто, так интересно, еще написали, то есть, они не знали, куда это идет, но они на какой-то проект, который они еще не знают, они в будущем уже собирали, да, и когда она сделала мне скринч, я высылала, я еще пока не ренеуал свой, то есть, еще не видела, и начала делать research, и оказывается, два года до этого у нас была на special action пропозиция, где они спросили, на просто future road projects, и попросили бюджет о том, что было 20 долларов с каждого человека, который делает renewal license, да, и эти 20 долларов будут идти в fund, где оно будет лежаться, пока мисс не будет, естественно, у них процесс, то есть через коммерии должно быть approvals, как интересно было, да, в ту секунду понимаешь о том, что даже ты не помнишь, что ты голосовал, или как бы ты пропустил, а потом, когда действительно ты приходишь face up, and you're like, о, 20 долларов, и потом ты понимаешь, когда ты возвращаешься, ух, то есть я надеюсь, я проголосовала, действительно, я думаю, я проголосовала, и это больше всего было нет, но люди, которые нет, да, как эта женщина, она просто face up, and she's like, oops, да, то есть с меня берут 20 долларов, не знаю на что, и я пропустила возможность сказать нет. Да, самое хуже, когда платишь эти деньги, таксы, хотелось бы знать, что деньги идут хорошие, и что-то изменяется, что-то в лучшее идет, но мы видим в Портленде, в Орегоне, в Вашингтоне, большинство все идет вниз-вниз, да, или хуже и хуже, ничего не изменяется. Да, I mean, в реальности эти деньги, много идут на зарплаты, benefits, да, то есть, например, когда минимум wage поднимается, например, в Вашингтоне в этом году поднялся, поднимается зарплата, и столько людей, сколько работает на государство, это просто нереально, это большая корпорация, которая просто едит наш salaries, это жирайб. Да, в общем, это отдельный разговор, и можно еще целую программу об этом поговорить. То есть, как бы в заключении сказать, то есть, эти выборы, да, когда мы смотрим, они маленькие, может быть, о, да, какое там оно изменится для меня, да, а когда мы смотрим на это, мы потом понимаем, насколько через, да, год-два проходит, или, может быть, смотря, когда они начинают это, брать эту таксу, да, мы потом понимаем, когда мы видим этот bill, вау, да, оно прям нам дает, как бы, realization, что мы что-то пропустили, это не каждый раз, когда мы видим поднятие суммы, мы должны думать о том, что проголосовал ли я, потому что сейчас государство спрашивает у людей, где они стоят, и если мы это пропускаем, то есть, следующие выборы для вашингтонов, это будет в апреле, special election, это будет наподобие то же самое, то есть, какие-то препозиции, какие-то школы, какие-то что-то будет, опять же, если вы не проголосовали в этот, у вас есть два месяца, приготовьтесь, 26 апреля, опять же, Slavikwo, SV Action, вопросы спрашивайте, как бы легко, и на следующий месяц мы людям покажем, как делать бюллетень, чтобы люди уже знали, это у меня самый большой вопрос, что я делаю с тем зеленым конвертиком, где я подписываюсь, зачем мой номер телефона, зачем подписываться, там еще две линии под подписи, да, это самые-самые вопросы, которые, кажется, легко бы людям действительно надо объяснить, чтобы было понятно. Какой-то, вот ты говоришь, самый главный вопрос или самый большой вопрос, постоянно люди спрашиваем, если мы можем ответить последний вопрос, какой это из них? Зачем зеленый конверт? Самый большой вопрос, зачем этот конверт? В Орегоне он, че по-другому смотрится, в Орегоне тоже это есть. Бикас Дамб идет два конверта, один, который он приходит, второй, который ты вложил бюллетень, и этот зеленый, это самое большое, это зачем это? Это optional, можно уже не делать. Раньше было required. Это просто, чтобы через это не было видно. То есть, если кто-то захотел бы посмотреть, он не может увидеть ваши выборы. То есть, private sleeve. Это самое интересное. Если вы слушаете, и вы можете говорить, а, это Вашингтон, будут выборы, ну, неважно, в Орегоне тоже будут скоро выборы, это, я так понимаю, в мае 12-15, это дата, где будут выборы за, если кто не знает, это уже будет выборы за губернатора Орегона. Если вам не нравится сегодняшний губернатор, вы можете изменить это. Если вам нравится, вы можете тоже изменить, или выбрать того, который будет лучше, может быть. Но знайте, что Кейт Браун уже не будет больше в этом раз, в этот раз, будет избирать на другого человека. Но мы об этом в будущем поговорим, я не хочу сильно... Я думаю, в марте, на следующий этап, мы поговорим о кандидатах, мы можем даже поделиться, где SV Action стоит, на каких, у меня уже будут пару этвоваться, мы можем поговорить больше в деталях, чтобы люди уже начинали видеть и понимать, и когда бюллетени будут выходить, и все такое, чтобы люди знали. И на нашем веб-сайте SlavicVote мы также будем выставлять информацию о некоторых кандидатах, их позиции, их, может быть, даже видео, их какие-то интервью, вы тоже можете найти там, все будет очень интересно, чтобы вы больше знали и были лучше educated voters, как говорится. Лили, конечно, уже надо ей бежать. Спасибо большое за время, и опять же, если у людей вопросы, SlavicVote, я думаю, может помочь, так же самое, как SV Action. Я меньше помогаю людям вопросы насчет бюллетеней, все такое, просто у меня нет времени. То есть, если кто слышит, не обижайтесь на меня, я уже много раз говорила, я очень мало отвечаю на вопросы на этом. Почему? Потому что у меня просто нужно время, чтобы выпустить материал и все сделать, то есть SlavicVote это source, где вы можете получить лучшие ответы. Да, и будем использовать эти моменты на радио, чтобы те вопросы, которые тебе задают, мы будем, думаю, попробовать отвечать чтобы больше людей слышала и чтобы покрывать больше людей. Обязательно. Я сейчас смотрю, если какие-то вопросы на social media, я пока не вижу, я думаю, мы с Лилией закончим сегодняшнюю передачу. Я останусь на пару минут, останусь, чтобы напомнить некоторую информацию и будем потихоньку заканчивать нашу передачу. Конечно, я уже напомнил, что... Лилия, спасибо большое. Будем видеть следующий месяц. Не забывайте, если ничего не изменяется, будет у нас каждый первый четверг месяца следили вопросы программы, надеюсь, до конца года. И мы будем... До августа точно. Мы будем говорить политику, если кто интересен в политике, пожалуйста, присоединяйтесь, мы будем... I think будет интересно. Я думаю, если вам, может, неинтересна политика сильно, но вы хотели бы как-то немножко больше понять, потому что большинство людей не нравится политик, потому что они не понимают. Если вы больше будете понимать, больше будет вам интересно и можно что-то изменять. Лилия, спасибо большое. Увидимся в следующий раз. Сейчас я останусь на пару минут. Хочу напомнить, я уже сказал насчет губернаторских выборов, сказал насчет оригоновских выборов. Очень важно, что если вы хотите, чтобы голосовать за этих губернаторов, вам очень важно сегодня взять телефон или пойти на интернет и найти вашу страничку проверить, если вы зарегистрированы. Если вы не зарегистрированы, значит, вы не можете голосовать в этих выборах. И также хочу добавить, очень важно одну тему знать. Если вы сейчас слушаете, поймите одну вещь. Если вы хотите голосовать за этих кандидатов в этих выборах в мае, которые будут в праймерис, я думаю, в будущем мы еще объясним, что это значит. Вам нужно стоять на одной из две партии. Или республиканцы, или демократы. Если вы не зарегистрированы в одной из этих партий, вы, к сожалению, не сможете проголосовать за губернаторов, которые будут находиться уже в general election в ноябре. Это очень важно, потому что, к сожалению, когда мы смотрим эти все выборы, к сожалению, большинство лучших кандидатов, которые самые, можно сказать, лучшие, или к славянскому обществу, или даже к христианскому, или в общем, самые лучшие кандидаты, к сожалению, не проходят до конца ноября, потому что они не получают достаточно голосов. И вот если вы хотели бы видеть хороших, лучших кандидатов, если вы не хотите открывать бюллетень и видеть два кандидата, которые, может быть, вам они не сильно нравятся, вы можете эти изменить. Вам нужно голосовать в primaries, и вам нужно голосовать номер один, быть зарегистрированным правильно, чтобы голосовать. Это не значит, что вы выбираете какую-то партию. Это значит, что вы стоите ближе какой-то этой партии. Это опять мы говорим насчет Орегона, насчет выборов, которые будут скоро насчет губернатора. И сейчас я проверял, смотря последний раз, вроде бы уже 20 кандидатов, если не ошибаюсь, если не больше, уже которые будут балансироваться на следующего губернатора в Орегоне. В Орегоне уже не будут больше Кейт Браун, она уже не может балансироваться, и будет другой кандидат или другой губернатор. И вот уже сегодня, если не ошибаюсь, уже есть больше, чем 20 кандидатов с обоих сторон. И даже вот сегодня или вчера еще один объявил. Есть также другие, которые говорят, что могут будет объявлять. И будет, я думаю, интересно смотреть, какие кандидаты будут у нас на бюллетене в мае. Значит, в мае опять это будут выборы, называются primaries. Это обычно, как я объясняю, это есть очень много разных кандидатов, которые интересуются голосовать, но всех они не могут поставить на бюллетене в ноябре. Им нужно сортировать, какие самые популярные, какие самые непопулярные. И вот как раз называется это выбор, называется primaries, где в конце этих выборов выберется один россибуликанец, самый популярный, или который получил самый больший голосов, и один демократ, который получил самый больший голосов. А в ноябре уже добавятся также другие партии, которые, если будут иметь какие-то кандидаты. Это опять будет independent party, socialist party есть тоже, green party, разные партии, libertarian party, они также, может быть, выставят своего кандидата. Мы знаем сегодня, что будет точно кандидат на independent party. Это, я бы сказал, первый раз, который я слышу за долгое время, который будет очень хороший и, ну, хороший в смысле того, что популярный кандидат, который многие будут даже голосовать, и даже имеет какой-то шанс, маленький шанс выиграть. Ее зовут Бетси Джонсон, она была, если не ошибаюсь, сенатором, и если она может быть даже сейчас еще сенатор, в Орегоне, в Кэппирол, в которой сейчас она сидит, ну, и представляет свою группу людей. И вот будет три очень интересных кандидата в ноябре, но сначала нужно пройти primaries. Это очень важно. Мы в будущем больше об этом, может быть, поговорим, объясним. И если вы хотите больше понять, что такое primaries, у нас есть также бывшая передача на нашем подкаст, это где мы имеем такая передача, ну, на радио, только она мы специально делаем на подкаст, если кто понимает. Там мы сделали специальную передачу, больше об этом поговорили, вы можете больше послушать это, она на английском языке, если вам легче по-английски, и я думаю, вы больше поймете и будете больше понимать, что такие выборы, которые будут проходить в будущем. И мы там поговорили о всех выборах, которые будут в этом году, больше, глубже, и я думаю, будет вам интересно. Значит, опять, если вы хотели бы голосовать в ноябре, вы должны сначала зарегистрироваться, если вы не зарегистрировались. Мы будем постоянно напоминать людям, одно, что я даже говорю людям, вы должны сделать такой хаббит, или такую, как сказать, чтобы вы каждый год в начале года сделали себе такую метку, чтобы вы проверяли вашу статус регистрации, потому что даже есть такие моменты, очень часто, к сожалению, где человек открывает свой статус регистрации на голосование, и они или уже не зарегистрированы по какой-то причине, или они, может быть, у них что-то поменялось, может, партия поменялась, или что-то изменилось, или просто они переехали в прошлом году и забыли поменять свой адрес. Это все влияет на вашу возможность голосовать. Если вы хотели бы голосовать, продолжая, и быть активным в этом, это очень важно это делать. И опять, голоса не только раз в 4 года, не только за президента, есть каждый год голоса за разных представителей, за разные локальные выборы, и очень важно в этих всех участвовать. Это очень важно, и надеемся, что мы будем больше активно в этом иметь. Не забывайте, вы можете найти больше информации о нас, о тех выборах, о, в общем, как лучше быть, голосовать на нашем сайте slavikvote.org. Также не забывайте, у нас есть канал YouTube, где вы можете также найти все наши бывшие передачи. Не забывайте subscribe, это очень намного помогает, и вы можете получать каждую нашу новую передачу. И, конечно, мы все волонтеры, мы все работаем на этой организации бесплатно, и мы только можем существовать и работать с помощью наших спонсоров и наших доноров. Те люди, которые финансируют нас, помогают нам финансово, если вы, у вас есть такое желание на вашем сердце помочь нам в этом деле, любая сумма 5, 10, 1 доллар, это все нам помогает, чтобы продолжать нашу работу. В этом году очень важно, вы можете найти эту информацию, как лучше это сделать или как легче. Мы сделали это очень легко на нашем веб-сайте, где вы можете найти просто slavikvote.org, там вот кнопочка будет, где вы можете нажать и там пожертвовать любую сумму и, конечно, если вы хотели бы стать спонсором, вы также можете там найти информацию, где вы можете обратиться, мы с вами встретимся и добавим вас в нашу спонсорскую клуб или спонсорский голд клуб, где вы можете нам помогать очень много и больше иметь влияние на выборы, в общем, если вы даже не можете с нами работать физически, вы можете хотя бы повлиять финансово. Вот такое я хотел бы напомнить также. Если, я думаю, никаких вопросов нет, у нас звоночков в студию нет никаких, Андрей, есть ли какие-то последние нету? Хорошо, спасибо Slavik family, спасибо Андрею за эту возможность, спасибо Тимур, все, кто нас слушает, мы всегда благодарим за вашу поддержку, что вы нас постоянно поддерживаете и слушаете. Мы, конечно, хотели бы знать, откуда вы, где вы нас слушаете, в каком городе, может быть, в штате, я знаю, что нас слушают даже в России бывают. Если вы слушаете нас, оставляйте ваше место, где вы нас слушаете и какие-то вопросы, обращайтесь, мы всегда рады слышать от вас. Спасибо большое, вы слушали передачу Slavik Vote Live, увидимся в следующий раз. Пока. Выборы, кандидаты, стремления. Новая программа Slavik Vote Live каждую неделю в прямом эфире. Slavik Vote Live.